На каждую банковскую карточку найдется свой вор. Вор. Раньше высшим пилотажем считалось украть кошелек так, чтобы хозяин ничего не заметил. Теперь мошенники действуют через интернет или мобильный телефон. В 1997 году в России было зарегистрировано всего 53 преступления, связанных с оборотом банковских карточек. А сегодня таких заявлений регистрируется до 5000 в год. О том, как нас обводят вокруг пальца, Ольга Маркова. На ее банковскую карточку нашелся свой вор. Три недели назад Анастасии пришлось самосообщение. Ваша карта заблокирована. Для разблокировки позвоните по телефону. Через два дня Настя и ее четырехлетняя Кристина должны были ехать в Тул. У девочки ДЦП ей требовалась операция. Деньги были просто необходимы. Не думая ни о чем, женщина побежала к банкомату, набрала номер указанного телефона и выполнила все, что требовал абонент. Парень представился сотрудником банка, сказал, подойдите к банкомату, ставьте карту, наберите пин-код, наберите номер телефона. Вот. И введите код 7-0-0-4. И в строке сумма. Я этот код как бы набрала. Это получилось 7 тысяч 4 рубля. Получив чек, Анастасия поняла, что стала жертвой мошенников. Но ни обращение в банк, там сказали сами виноваты, ни попытка подать заявление в полицию, документ не приняли, даже посмеялись, ничего не дали. Своих 7 тысяч она так и не увидела. Мошенники совсем как опытные рыбаки. Они ловят на крючок нас, владельцев банковских карточек. Улов, тысячи и даже миллионы рублей. Кстати, существует даже такой термин – фишинг. Он означает вид интернет-мошенничества. Пользователю приходит электронное письмо, в котором содержится ссылка на сайт банка. Но сайт не настоящий, а поддельный. На котором, по тем или иным предлогам, у клиента выведывается пароль или номер карты. И все, можно подсекать. Сбережения таким образом перекочевывают в карман много ведро мошенников. Можно очень легко срубить большие деньги. Это надо просто установить скимминговое устройство, которое проработает там час. Но за этот час злоумышленники получат номера карточек, пин-коды, в случае которых можно войти в свой счет, изготовят дубликаты и снимут незаметно для владельца эти суммы. Фишинг, скимминг, он же скриминг, вижинг – руководители саратовских организаций заучивают незнакомые слова. В торгово-промышленной палате конференция, посвященная киберпреступности. Страдают от нее не только частные лица, но и предприятия. Только их потери в десятки раз больше. К примеру, в 2011 году в России убытки от действий мошенников составили более 2 миллиардов долларов. Чтобы не попасться на удочку, специалисты советуют проверять банкомат, не встроен ли в него скиммер, смотреть, не заклеено ли скотчем окошко выдачи купюр, а также нет ли на кнопках банкомата посторонней пленки. Никому не сообщать номер карты и пин-код – это уже банальность. А вообще, говорят эксперты, лучше не светить карточку, на которой хранятся деньги. Заведите вторую, переведите на нее ровно столько, сколько нужно, и тратьте в свое удовольствие. Если вам все-таки не повезло, сразу же обращайтесь в банк и полицию. Немедленно позвоните по телефону службы безопасности того или иного банка, уведомьте их о том, что произошла либо кража банковской карты, либо какое-то несанкционированное списание, чтобы данная операция была немедленно заблокирована. В данной ситуации есть шанс, что вы данную сумму денег вернете. Я говорю, зачем, ты украла у инвалида деньги просто? Он говорит, ну это моя работа, там же не написано, у кого я беру деньги. Самое интересное во всей этой истории, что прятаться от Анастасии, ограбивший ее мошенник, не стал. Девушка еще дважды звонила ему с просьбой вернуть деньги. На том конце провода исправно брали трубку, но 7 тысяч не вернули. Зато мужчина заявил, что находится в местах не столь отдаленных и вряд ли обманул. Как показывает статистика, подобными видами мошенничества часто занимаются те, у кого пожизненный срок. Кстати, в Тулу на операцию Настя с Кристиной все-таки съездили. С деньгами помогли друзья. Ольга Маркова, Алексей Чудин. Новости Телеобъектив.